Дагбладет, Норвегия, обманула Бьоргена и исчезла. Как сейчас живет лыжница Юлия Чапалова. Эйвинд Гудё. Дагбладет, Норвегия. 19 апреля 2020 года. Юлия Чапалова, одна из ярчайших звезд на лыжном небосклоне. Она выиграла марафон на Олимпиаде в Нагану в 1998 году и общий зачет кубка 2000-2001 года. На Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити Чапалова стала первой олимпийской чемпионкой в спринте. Чапалова первенствовала в 15-километровой гонке в Эберсдорфе в 2005 году, опередив Марит Бьорген, Марит Бьорген, и Кристин Стермерстиру, Кристин Стермерстиира. А на Олимпиаде в Турине в 2006 году выиграла эстафетное золото в составе российской команды. Всего на ее счету 6 олимпийских медалей. Однако в августе 2009 года стало известно, что в пробе Чапаловой, взятой 3 января в итальянском Вальдифьеме, обнаружился стимулятор эритропоэтин. «Я в шоке, но и дело. Каждый раз та же напасть. Я разочарована», — сказала тогда соперница Чапаловой Хильде Ермундсхаук-Педерсин. «Элди Гермундсхаук-Педерсин». Чапалова обжаловала приговор к двухлетнему отстранению, но спортивный арбитражный суд ее апелляцию отклонил. Тогда Чапалова бросила лыжи и исчезла из поля зрения. Новая жизнь в отличие от бывших товарок по команде, Елена Вильбе, Лариса Лазутина и Любови Егровой, Чапалова по окончании карьеры ушла в тени и не светилась. Теперь Чапалова, мама пятерых детей в уникальной спортивной семье, занимается акробатическим рок-н-роллом и тренирует детей. Этот спортивный стиль танца берет начало от Линди Хопа и предназначен для соревнований. Ничего парадоксального в этом не вижу. Дети делают набор упражнений в определенном ритме, по сути, как и в лыжах, и во многих других видах спорта. Порой пульс на тренировках у детей доходит до 180 ударов в минуту, то есть работа очень интенсивная, говорит Чапалова. Особая семья Чапалова замужем за другим российским лыжником, Василием Рачевым-младшим, который выиграл спринт на чемпионате мира в Аберсдорфе в 2005 году, опередив туру Арни Хитлана, Терри Арни и Атлант. Кроме того, за свою карьеру Рачев победил на двух этапах Кубка мира на дистанции 15 километров классикой. Его отец и тесть Чапаловой Василий Рачев-старший, тоже герой лыжных гонок. В 1980 году ему покорилось Олимпийское золото. Он женат на Нине Рачевой, которая на той же Олимпиаде завоевала серебряную медаль в составе советской эстафетной команды. В семье великих лыжников подрастает молодое поколение. Старшая дочь Чапаловой от первого брака с Дмитрием Лишенко, 17-летняя Олеса Лишенко, подает большие надежды и считается одной из сильнейших юных лыжниц 2003 года рождения. Олеса уже, можно сказать, профессиональная спортсменка. Но насчет будущего я бы не торопилась, пусть она сама решит, кем ей стать. Это мы раньше прыгали в спорт, как в омут с головой, даже не задумываясь, зачем нам это надо. Сейчас у детей появилось очень много факторов, которые останавливают, говорит Чапалова. Я могу сколько угодно рассказывать о большой цели, ради которой надо всем пожертвовать, но сложно это донести до ребенка, у которого все и так есть. Теперь пятеро детей Чапаловой разрываются между беговыми лыжами и ее новой страстью, акробатическим рок-н-роллом. Старшая Олеса выбрала лыжи. Василина, акробатический рок-н-ролл. Сыну Васи скоро восемь, ему нравится кататься на лыжах. Благо, дедушка всегда готов его потренировать, говорит Чапалова. Посмотрите эту публикацию в инстаграм. Вот решетка моя, решетка день, решетка рождения. Семья. Публикация от Юлия Чапалова. Собака и подчеркивание Чапалова. 23 Дек 2016 в 11.40 ПСТ. Большая лыжная семья надеется вырастить следующего большиного. Я очень ему рада. Саша, яркий лидер, замечательный спортсмен. Здорово, когда в команде есть такой человек, потому что за ним подтянутся остальные, говорит Чапалова. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.